Алло, здравствуйте. Алексей Евгеньевич? Да. Меня зовут Арина Александровна, Восточный экспресс-банк, у вас задолженность имеется по кредиту 27 дней уже. Вы знаете, Арина Александровна, тут такое дело, дело в том, что стали поступать жалобы на то, что вы, Арина Александровна, намного милее котиков. Понимаете, в чем дело? Вы меня отчитывать сейчас будете? Ни в коем случае, напротив. Нет, нет, смотрите, жалобы поступают, пишут письма, закрываются сайты, посвященные котикам. Полный офис рыдающих котов. Вы являетесь в данный момент нашим сотрудником? Смотрите, я являюсь человеком, который знает, что вы милее котиков. И нам нужна ваша помощь. Я задала вам вопрос. Смотрите, я вам тоже задаю вопрос. Вы готовы нам помочь? Готовы помочь? Я задаю вопрос. Вы являетесь? Что вы и в дальнейшем будете оставаться милее котиков. Вы меня слышите? Я вас прошу, вы просто обязаны. Я вам вопрос отдаю? На данный момент вы являетесь сотрудником нашего банка? Сотрудником? Да. Я должен являться сотрудником? Может, клиентом? Ну.. Нет, подождите. У вас указано, что вы являетесь нашим сотрудником. Я вас спрашиваю на данный момент, вы являетесь сотрудником нашего банка? Хорошо, являюсь, да. Окей. Отлично. Значит, вы в курсе. Так в чем проблема? Почему оплата не поступает? Так а в чем проблема пообещать, что ты в дальнейшем будешь милее котиков? Я не понимаю. А почему на «ты»? А почему бы и нет? Ну, мы с тобой коллеги, в принципе, поэтому почему бы и нет? Что, как на корпоративе, жопами тереться, так в порядке, да? А как сейчас, так на «вы» только. Странно, если честно. Алексей Евгеньевич, во-первых, разговаривайте корректнее. Ты мне удивляешь. Во-вторых, в данный момент я с вами разговариваю как с клиентом. На «ты» мы с вами не переходили, поэтому субординацию соблюдайте, Алексей Евгеньевич. Так, смотри, я тебе объясняю. Ты милее котиков. Я вам еще раз сказала, не ты, а вы, Алексей Евгеньевич. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Кто это? Алло. Да, я вас слушаю. Кто это? А вы кто? Кто отвечает по данному номеру? Вы частное лицо или какая-то компания или еще что-то еще? Да, да. Банк это. Что? Банк? Мне нужен Алексей Евгеньевич. Какое? Алло. Вы мне говорите? Да, я вам говорю. Я же с вами разговариваю. А я не знаю, у вас там отвечают по этому номеру несколько человек. Послушайте меня сюда внимательно, пожалуйста. Послушайте меня сюда внимательно. Я вас... Ваш номер указан в инстаграме, в одном сайте, где порочится, Аллах субхану ва Тааля, то есть там всякие непонятные, да, вот эти, издевательские... Вы сами понимаете, да, о чем я говорю. Вот этот номер ваш указан именно там. Давайте вы мне сказки сейчас рассказывать не будете. Я спрашиваю. Алексей Евгеньевич Беляев есть по данному номеру? Я вам еще раз говорю, что значит сказки рассказывать. Если вы не верите, я вам пришлю скриншот. Что вы думаете, я сижу и играю, что ли, с вами? Мне присылать ничего не нужно. Ну тогда будьте добры, пожалуйста, объясните мне, почему тогда ваш номер в данном номере... Ответьте мне на вопрос, Беляев Алексей Евгеньевич, есть по данному номеру? Я вам еще раз говорю, какой Беляев Алексей Евгеньевич? Вы о чем? Я позвонил на данный номер, потому что я увидел в инстаграме... Вы позвонили? Вы позвонили? Позвонил. Есть позвонили. Вообще-то я сейчас вам звоню. Если вы не видели, посмотрите, там у вас должен быть пропущенный. Я вам секрет открою. Здесь входящей линии нет, уважаемый. Это я сейчас вам звоню. Так я вам позвонил, гудки к вам шли, и вот вы, наверное, и перезвонили. Какие гудки? Я сейчас звоню по номеру, по которому мне нужен Алексей Евгеньевич Беляев. По данному номеру. А какой номер вы... Еще раз, еще раз говорю. Что за номер? 925-359-53-22. Я знаю, что это ваш номер. Я говорю, вы на какой номер звоните? Какой ваш номер? Я сейчас вам продиктовала. А с чего вы взяли то, что я какой-то Беляев, Алексей Евгеньевич или еще что-то? Потому что Алексей Евгеньевич оставил этот номер как свой, контактный. Где он это оставил? В банке. В нашем банке оставил этот номер. Когда? Когда брал кредит. Какой кредит? Что вы несете? Я что несу? По-моему, это вы здесь про какие-то инстаграмы рассказываете, непонятные вещи. Я вам говорю то, что вот... Я вам четко и ясно объясняю, что данный номер телефона зафиксирован в анкетных данных у Беляева Алексея Евгеньевича, который является нашим клиентом Восточного экспресс-банка. Звонок вам поступает из департамента взыскания по данному человеку. Я вам еще раз говорю, я не имею никакого отношения к никакому Алексею Евгеньевичу, Беляеву и тому подобное. Я вам повторю то, что я увидел. Он этот номер оставил как контактный. Я еще раз говорю, раньше он по нему нам отвечал. Как вы можете этот номер оставить как контактное лицо, если я сейчас только позвонил к вам? Вы что думаете, из меня дурака что ли сделать или что? Еще раз он говорю, я вам звоню. Я вам тоже еще раз говорю, что я увидел. Осквернение моего Господа в данном инстаграме и указан этот номер. И звоню по этому номеру. Вы где находитесь? Какой этот номер? Какой этот номер? Какой этот номер? Где ваш офис находится? Это номер банка. Это номер банка. Позвонить вы сюда не можете. Вы позвонить можете официально, только по горячей линии. Саратова я вам звоню. Саратова вы мне звоните? Тогда будьте добры. Представьте себе. Почему ваш номер, ваш номер указан в осквернении моего Господа в инстаграме указан то, что там всякие шоппинговые непонятные врослые. Еще раз меня сюда послушайте внимательно. Указан в инстаграме, где якобы можно заказать продукты, господа, такие как наручники, всякие там непонятные резиновые члены, извините за выражение. И указан вот этот ваш номер. Вы сюда не можете позвонить, я вам еще раз говорю. У меня сейчас записан. Вы не можете сюда позвонить. Я еще раз говорю, здесь у нас исходящая линия. В наш банк, в наш банк вы можете позвонить только по телефону официальной горячей линии. Здесь идет только исходящая линия. Позвонить сюда вы никак не можете. Вам что, скриншот что ли скинуть то, что я вам позвонил? Да мне не нужен ваш скриншот. Тогда будьте добры, объясните мне, пожалуйста, каким образом ваш номер оказался на этом сайте. И то, что этот номер якобы можно... Я не должна вам ничего объяснять. Начнем с этого. Точно так же и ваш номер телефона на точно таких же сайтах, как вы говорите, могут разместить. И что? Вы действительно продаете какую-то продукцию? Сомневаюсь. Я не продаю. Я вот, вот теперь скажите, пожалуйста. А почему я вам должна что-то объяснять? Я еще раз вам говорю, что это номер банка, Восточного экспресс-банка. Ну, это номер банка почему-то, да вы мне сейчас говорите, что этот номер якобы указан там по какому-то этому... А ваш номер, по которому я сейчас с вами разговариваю, указан у Алексея Евгеньевича Беляева в анкете, как контактный. Какая анкета, вы о чем-то сейчас, минуту назад я вам только позвонил. Сейчас говорите о каком-то указании номера, то, что там якобы... Да не звонили вы нам, я еще раз говорю. Вы не могли по этому номеру разговаривать и самостоятельно звонить. Я еще раз вам объясняю. Я повторяю, вы перезвонили. Я хотела поговорить с Беляевым Алексеем Евгеньевичем, я взяла его номер, позвонила. Я не имею никакого отношения к какому-то Беляеву Алексею Евгеньевичу. Ну, значит, вы его знаете. Вы в Хабаровске находитесь, верно? Вы что, все, что ли, там с ума пошли, что ли? Я не знаю никакого Алексея Евгеньевича, ни Беляева, ни другого, ни третьего. Я спрашиваю, вы в Хабаровске? Я не нахожусь в Хабаровске. Я нахожусь на федеральном округе. И повторюсь еще раз. Как давно у вас этот номер? Очень давно, очень долгое время. Ну, сколько примерно? Ну, очень давно. Ну, Алексей Евгеньевич с 18-го года еще указывал этот номер. Как он может указать 18-го года в то время, когда я только недавно подзвонил к вам на номер? Ну, что там с ума, что ли, вы приходите? Значит, он вас знает. С чего вы взяли, что меня кто-то знает? А почему он ваш номер оставил, скажите мне, пожалуйста. Так вы мне тоже объясните, пожалуйста, почему ваш номер указан в Инстаграме, где заказывается продукция, осверняющая Господа. Скажите мне, пожалуйста, будьте добры, ответьте мне на вопрос, на данный. Мне кажется, вы меня либо не слышите, либо не понимаете. Мне кажется, вы тоже либо меня не слышите, либо вы там, я не знаю, там, что у вас там происходит. Повторюсь вам еще раз. Я зашел в Инстаграм. Я неоднократно сказала вам. Я вам тоже неоднократно говорю, я что, дебил, что ли, вам доказывать, что ли. Я вам сейчас тоже скажу. Я зашла в Инстаграм, ваш номер телефона указан, что вы муку мешками продаете. Продайте мне муку. 20 килограмм хочу, дайте мне муку. Продайте. Ну вот то же самое. Почему вы говорите сейчас такие вещи? Потому что говорю то, что... Вам заняться нечем, скажите честно. Вам заняться просто нечем. Что? Вам заняться нечем? Это мне заняться нечем? Да. Я повторюсь еще раз. Я зашел в Инстаграм. Увидел продукцию, которая оскверняет Господа. И вот этот номер ваш, он был указан. И позвонил я вот сюда шли гудки, никто не поднимал. Потом вы мне перезвонили. Не может быть такого. Не может быть. Не нужно меня обманывать. Я что, получается? Я, получается, что я сейчас? С ума, что ли, да, схожу здесь? Я не знаю. У вас есть личный свой номер? Я не знаю, что вы там занимаетесь, что вы потребили. Я не знаю. У вас свой личный номер есть? Конечно, есть. Если у вас личный свой номер есть, будьте добры, дайте мне. Давайте я вам скину, чтобы вы не верьте. А мне это не нужно. Понимаете? Мне это не нужно. Это вот полная чушь, понимаете? А почему вы думаете... Я вам еще раз говорю. Вы не могли, во-первых, вы не могли сюда позвонить. Это первый момент. Второй момент. Что там указано, нам это абсолютно неинтересно. Это номер банка. Я вам еще раз объясняю. На заборе, как говорится, тоже написано. Вы это понимаете? Я еще раз говорю. Я вам еще раз говорю. Я с вами разговариваю не о том, где, в Инстаграме, на какой страничке, какой номер указан. Я с вами разговариваю конкретно по данному человеку, Беляев Алексей Евгеньевич, который оставил номер телефона как контактный. Если вы его не знаете, я вас тогда спрашиваю, как вы давно этим номером пользуетесь? Я довольно-таки давно пользуюсь этим номером. Примерно сколько? Уже года два, три. Месяц, год, 200 лет. Два, три. Два, три года. Приобретали официально на себя. Не на себя. Это брата номер. Брата номер. В окружении Беляева Алексея Евгеньевича у вас нет? Из Хабаровска? Нет. Нету. Вот так и нужно отвечать. В чем проблема? Так проблема в том, что я перезвонил, вот поэтому он у меня, вот этот ваш номер, он у меня записан, 8-925-359-53-22. Этот номер указан в Инстаграме, где продукция, оскверняющая Господа. Я вам, этот номер был указан якобы для того, чтобы для заказа позвонить по этому данному номеру. Я вам сейчас звоню, вы мне говорите то, что какой-то Беляев Алексей Евгеньевич, что-то, что-то, оставил этот номер еще в 2018 году. И вы мне говорите, знаю ли я такого-то, такого-то. Я вам повторюсь, я не знаю. Но я вам еще раз говорю, я этот номер, вот этот ваш, с которого вы сейчас позвонили, я его записал на листочке и вам позвонил. Слушайте, мне тогда интересно, а что же у вас, а что же у вас проявлен-то такой интерес к номерам, которые, как вы говорите, продают услуги, оскверняющие Господа. А зачем вы тогда туда звонили, выписали себе этот номер? Да потому что мне было очень интересно, где эта контора находится, чтобы пойти туда и посмотреть. А вы первый раз такую контору видите? Ну, видите ли, да, первый раз вижу. Потому что такого зверства я еще никогда мне в жизни не приходилось видеть, и вот пришлось увидеть. Честно сказать, поражен очень серьезно. Ну, могу вам сказать, можете быть спокойным. Этот номер не принадлежит такой организации. Этот номер принадлежит по ОКБ Восточный, это банк, а именно департамент взыскания. Поэтому можете больше не звонить по этому номеру, не интересоваться данными, там, услугами, которые вы увидели, и вы, в принципе, сюда дозвониться не сможете. Потому что я постоянно звоню по этому номеру, и, ну, получается, линия как бы занята. Это вам понятно? Хорошо, извините, пожалуйста, если я что-то там не так сказал, просто вы поймите, пожалуйста, я из числа верующих людей в то время не люблю, да, когда оскорбляют чувства верующих, понимаете? И для меня это, честно сказать, очень интересно. Ну, извините, я же вам не позвонила и не начала эти услуги предлагать, а он четко и ясно сказал, что звонок поступает на мой звонок. Ну, просто ваш номер указан на том сайте, вы поймите, пожалуйста. Этот номер указан на том сайте. Слушайте, а не возникало у вас мысли, что есть люди, например, да, у которых, скажем так, не очень хорошее впечатление о банке, к примеру, да? Ну, возможно, может быть. Не оплачивает кредит, банк в суд обратился, и у человека обиды на банк. И он вот сделал такую шутку, например. Вот не возникало мысли? Как у меня может быть возникнуть мысль в то время, когда я все это вижу своими глазами и указывается номер? А вы мне сейчас говорите, что вы являетесь банком. Ну, я же вам позвонила и сказала, что я из банка. Я же вам говорю, что я из банка. Вы мне почему-то не верите. Ну, вот сейчас я уже, конечно, вам верю. Поэтому можете этот номер удалить, больше не думать, что здесь какие-то услуги и так далее. Звонок с этого номера может вам поступать для подтверждения информации. Я сейчас отправлю информацию, что номер Мобиляев Алексей Евгеньевич не пользуется. Служба безопасности его будет проверять. И вам могут позвонить для подтверждения информации. Также зададут несколько вопросов, на которые вы будете добры, ответьте. Корректно, четко и ясно. Много времени у вас это не займет. В дальнейшем по ходу проверки данного номера будет решаться. Либо мы его исключаем из данных, анкетных данных, если информация подтверждается. Либо, соответственно, будем звонить вам, задавать дополнительные вопросы, если что-то будет не так. Я вам повторюсь еще раз. Поэтому звонки, если будут поступать, вы трубку не бросайте, отвечайте, пожалуйста. Иначе звонки будут потом регулярно вам поступать. Я нахожусь на Северокавказском федеральном округе. Никакого Беляева Алексея Евгеньевича или как его там, я не знаю, у меня в кругу таких людей нет. Алло, здравствуйте. Служба безопасности банка. Я как понимаю, это вы скрываетесь от уплаты задолженности, да? От какой уплаты задолженности? Вы что говорите? Ну вы должны деньги банку и рассказывать истории про какие-то фалоимитаторы. Чего вы взяли? Кому-то кто-то должен, во-первых. Ну вот вы прямо сейчас сотрудницы банка рассказывали про какие-то фалосы. Вы вообще в своем уме? Еще раз. Зачем вы рассказывали сотруднице банка о фалосах? Вы извращенец? Вы что там, с ума что-то сходите? Я вам повторюсь еще раз, что этот номер, вот этот номер, по которому сейчас позвонили мне, он указан в инстаграме, где там есть продукты, оскорбляющие Господа. Я повторюсь. Секундочку, один момент. А какими продуктами можно Господа оскорбить? Вы не подскажете? Ну вот я вам повторюсь, я вот сказал вот этой сотруднице вашей. Да, но как наличие фалоимитаторов оскорбляет Господа? Я не понимаю. То есть это противоречит... Потому что там имя Господа есть. Вы что думаете там? Я не могу понять. Вы вообще... Хорошо, как это оскорбляет Господа? Для меня это является оскорблением, в то время, когда люди... Я вам все чувствую, Голубочайша. Но не смотрите на картинки с фалосами, на которых написано имя вашего Господа. Зачем вы это делаете? Вы извращенец? Вы что там, гоните, что ли? Вы где вообще находитесь? Я не могу понять. Я правильно понимаю? Вы зашли в интернет для того, чтобы найти картинки фалосов с именем вашего Господа. По этому поводу очень сильно взгрустнули. Вы, я смотрю, вообще через чур там гоните. Нет, секунду, вы позвонили сотруднице нашего банка и рассказываете ей про фалосы с именем вашего Бога. Зачем вы это делаете? Объясните мне. С какой целью? С целью того, что ваша сотрудница сказала, что якобы этот номер мой указан, непонятно, у какого-то Беляева, Александра, Алиска и тому подобное. А вы утверждаете, что наш номер указан в каком-то объявлении, на которое вы, как я понимаю, вы мандражируете? Натканулся. А, ну и теперь мандражируете. Ну так вот, я же об этом и говорю. Вы не Беляев? Не Беляев, еще раз повторюсь. Хорошо, тогда объясните, с какой целью вы находите в интернете картинки с фалосами именем вашего Господа? Я тебе еще раз говорю, я не находил, с какой-то целью там искал, не искал, да, картинки с фалосами. Секундочку, а как вас зовут, скажите? Какая разница, как мне зовут? Просто я ни разу, вы знаете, я тоже пользуюсь, я тоже пользуюсь Инстаграмом, и вы знаете, я ни разу на подобные картинки не натыкался. Может быть, это все как-то... Вы не натыкались? Да, может быть, это как-то связано с поисковыми теками, которые вы используете. Может быть, вы до этого искали фалоимитаторы, и поэтому вы видели эту картинку. Я вам еще раз... Вы что там, я не могу понять, что ты там думаешь, что я дурак, что ли, там, да? Ну, секундочку, вы звоните сотруднице нашего банка и рассказывайте ей о том, что вы в интернете нашли фотки фалоимитаторов. Это достаточно странно выглядит. Так вы сидите вообще в Инстаграме? У вас есть своя страница? Да, есть Инстаграм, конечно, естественно. Будьте добры, скажите мне свою страницу, я вам сейчас прочитаю, что я увидел. То есть, мало того, что вы находите в Интернете фотографии фалоса, вы еще их рассылаете другим людям, я просто поражал вашим поведением. Эй, ты шакал, вышай, слушай сюда меня внимательно. Ты, ты что думаешь, там, раз сделал такие порочные эти страницы, и ты думаешь, что вот так ты спокойно можешь издеваться над чувствами веры? Секундочку, подождите. Я не занимаюсь изготовлением страниц, это служба безопасности банка. Я что-то не вижу в тебе какой-то службы безопасности банка. Я вижу в том, что ты натмехаешься на данный момент. Так, одну секундочку, значит, смотри. Сейчас нам необходимо проверить, кто ты на самом деле, поэтому трубочку не клади, оставайся на линии. Внимание! Пидор обнаружен! Всем надеть презервативы и прижаться спиной к стене! Пидор обнаружен! О, слушай, дружище, так тебя служба безопасности наша проверила, ты пидор, оказывается? Так вот, почему ты фотографии фарламентатора в интернете ищешь. А-а-а! Так ты так сразу и сказал, это отвечает на все вопросы. Ты какая тварь, да? Слушай, ну я, по крайней мере, не занимаюсь такими изращенствами, как ты в интернете. Сидеть специально в Инстаграме, рассматривать картинки. Вот смотри, вот ты себя считаешь... А ты трогаешь себя, вот в момент, когда ты смотришь эти картинки, ты прикасаешься к себе, скажи? Еще раз я тебе говорю, ты ответь на вопрос, ты считаешь себя мужчиной вообще? Я себя, ну я, послушай, я работаю в службе безопасности банка, естественно, я мужчина. Кто еще работает в службе безопасности? Где ты находишься? Вот где твоя находится вот эта судьба безопасности банка? Где ты едешь? Мы не пускаем... Место твоего нахождения на данный момент... Сидеончик, у нас просто есть правило, мы не пускаем к нам людей с фалоимитаторами, на которых написано имя Бога. Так что извините, но вам входят запрещено. Я тебе еще раз говорю, скотина ты, обезьяна ты, сюда послушай меня внимательно, я тебе еще раз повторяю. Где ты находишься? Твое местонахождение... Вот где твое местонахождение? Ну ты себя считаешь, да, там вроде бы как-то мужчиной или еще что-то, да? Ты продать мне хочешь, что ли, что-то из этого магазина или что? Я хочу с тобой с глазом на глаз увидить и поговорить, что будет. Холодные звонки у тебя такие или что? Или горячие все-таки? А зачем с глазом на глаз мы сейчас разговариваем? Просто сотрудница банка сообщила о том, что ей звонит, угрожают, кричат на нее, трусят какими-то фалосами из Инстаграма. Ну это нормальное поведение? То есть если бы... Хорошо, а если у тебя есть там сестра или там жена, если бы ей кто-то позвонил и начал трусить фалосами, вот так, как ты из Инстаграма... Ты слушай сюда, ты меня сюда повнимательно послушаешь. Дай мне номер твоей мамы, я ей позвоню и расскажу ей про фалосы с именем Бога. Давай. Ну, чтобы ты почувствовал, что это такое. Ты почему-то считаешь, что по отношению к другим женщинам ты можешь себя так вести. Давай номер своей мамы, я позвоню ей. Ты такая тварь, да? Ты мужчина? А, ты засалка просто, боишься. Ты мразь. Ты мразота. Если вот ты тварь, вот... Просто тварь, да? Не забывай, да, то, что смерть это истина, и непременно настигнет тебя эта смерть, да? Непременно. Потом будет очень по-тяжелому... Потом будет процесс окисления, да. И декомпозиции. Я посмотрю, какой процесс окисления тебя ждет. Ты непременно увидишь это. Клянусь Аллахом, да? Которого ты оскорбляешь... Главное, что выхлопные газы у тебя окисляются. Аллахом, сюда послушай, ты, тварь. Сюда послушай. Три, два, один. Сюда послушай, нечистота. Сюда послушай. Ты непременно, клянусь Аллахом, да, смерть тебя настигнет, и ты непременно почувствуешь, что на своей грязной шкуре, понял? Скажи мне, ты мужчина или не мужчина? Вот по-честному. Ты готов ответить на вопрос? Ты готов ответить на вопрос? Я являюсь мужским полом. Хорошо, ты готов ответить на вопрос или нет? Или боишься? Ты нахрен отсюда вы? Давай, отвечай. Зачем ты ищешь фалоса в интернете? Злился. Алло. Фалос, здравствуйте. Меня зовут Шикунова Аксана Олеговна, ООО, столичное агентство по возврату долгов. Специалист финансового контроля, уведомляю вас в записи разговора. Алмаз Сифрама ТВ? Да, это я. Алмаз Сифрама Мамедович, да? Да, да, это я. Это я. В целях информационной безопасности дата рождения? Нет, никаких вообще дат рождения, никаких личных данных. Вообще, девушка, вы знаете, я вас... А что, вы так боитесь, что ли? Нет, я в том-то и дело, я в том-то и дело, что я вас не боюсь. По той причине, что у меня установлено предложение антиколлектора. Ну, я вижу. И теперь мне поебать на ваши звонки. Ой, да сколько матов. По антиколлекторам денежки платите, в ладошки хлопаете. Эта должность-то ваша не уменьшается, молодой вот человек. Поэтому в детский сад не играйте. Не, я в ладошки не хлопаю. Смотри, я захожу в Google Play, устанавливаю приложение антиколлектор, и в ладошки хлопаешь теперь ты. Антиколлектор, давайте, я поговорю с этими людьми. Так твой номер забанен, все. Такие же люди. Да что вы говорите. У нас около тысячи номеров. И вся эта тысяча номеров находится в базе антиколлектора. Поэтому ты мне не дозвонишься. Да что вы говорите, молодой человек. Я специально его выключил, чтобы ты мне сейчас дозвонилась, и я тебе об этом сказал. А вы с нами боитесь общаться? А о чем с тобой общаться, шкура? Молодую девушку боитесь пообщаться с ней? Ну, я просто видел твое фото, это такая стрёмная, что ну нахуй, спасибо. Да что вы говорите. Нет, вы меня с кем-то перепутали. Ну, перебутала тебя или нет, но дозвониться ты больше мне не сможешь никогда, и твои коллеги тоже. Можешь номер просто вычеркнуть из базы. Да что вы говорите. Да, так и напиши, приложение антиколлектор. Да, да, да. Я понимаю, тебе страшно признавать действительность. Так давайте сейчас поговорим. Ой, да что вы говорите, да что вы говорите. Антиколлектор, это там у них какая вообще деятельность, законная или нет? Антиколлектор это приложение такое, которое блокирует все ваши номера. И кто с нами разговаривает? Да никто с вами не будет разговаривать. Я говорю, что я поставил это приложение, отключил его на секундочку, что ты дозвонилась. Мужчина. И все, я опять включаю. Мужчина, мужчина. Теперь ты не дозвонишь. Мужчина, вы успокоились? Да я вообще спокойно. Спасибо вам, вы мне подняли сегодня настроение, на самом деле. Да, пожалуйста. Все, и друзьям своим передай. А тут целый день сегодня. Слышишь, передай свои негатив. Один негатив сегодня целый день у меня, а вы мне настроение подняли. Негатив, ты подругам передай, чтобы они сюда больше не звонили, потому что ты беспокоился. Да, мужчина, давайте даты число месяц и год называем свое. Да все, свободно. Если уж вы не отвечали, так давайте поговорим. Все, пока. Пока. Нет, не до свидания. Нет, не пока. А ты больше не дозвонишься. Ну, ну, дайте выезд. Выезд ожидайте. А у меня антивыезд в приложении стоит тоже, да. Так, чтобы не на природ, в принципе. Ничего, 10 мая 86-й у вас? Не понимаю, о чем ты говоришь. Мужчина, а? 10 мая 86-й? Не понимаю, о чем ты говоришь. Все, я тебя не слышу, потому что приложение антиколлектора тебя заглушило совсем. Все, пока. Алло. 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 Я звоню тебе. Скажи, тебе представь. Я вам звоню, почему нормально разговаривать, а мне просто вам вопрос. Я тебе нормально раз... Я с тобой же нормально разговариваю. Когда? Я приразом звоню. Вы что-то, я вам... Звонили, меня просто нахрен послали. За что? Вот именно я тоже тебе так звоню и тоже меня нахрен посылают. За что? Кто это делает? Чего? Это ты сидишь, да, через мою учетку? Вконтакте. Да. Да? Что еще раз? Вконтакте? Да. Ты через мою учетку сидишь? Слушай, ты меня, я играю в игру, я выиграл денег, и они из игры, а в QI не пришли. Почему? Слушай, подожди, я тебе объясняю, ты через мою учетку сидишь Вконтакте? Нахрен мне твою учетку. Там просто, это самое, я играю, а там я просто написал в интернете, телефон службы поддержки клиентов. Там выделен ваш номер, поэтому я сюда звоню. Хотел вопрос давать. Ты можешь с моей учетки выйти? Потом вчера я заработал, ну, выиграл там еще 2 500, и я их отправил в свой кошелек, они не пришли, из игры в кошелек не пришли. Потом я начал написать там письмо и так далее, и искал там номер телефона, вот это, ну, как, вот это организация, как там нахуйня называется. И там написано твой номер, типа, типа ты за все ответственность, теперь понял меня? Бля, а у меня, короче, учетку взломали Вконтакте, и написан твой номер, что ты через меня сидишь и деньги просишь тому всех, в долг. Что там написано? Что ты сидишь через меня Вконтакте, в социальной сети, ты взломал мою учетку, сидишь через... Я это кто? Я это кто? Я не знаю, твой номер написано. Вас приветствует компания Ваши деньги. Твой номер написано там. Какой номер, скажи? Вот вот этот. Мать твою ебал. Диктуй номер. Я не знаю, кто это сказал. Я не знаю. А ты где, а что, в Москве? Я в Москве, да. А где именно? Ну, какая разница, я в Москве, в центре Москве сейчас нахожусь. Это не имеет значения. Ты мне просто скажи сейчас, кто вот это был, который сказал один нахуй? Добрый день. Добрый день, Магомед. Магомед, вы меня слышите? Магомед, меня зовут Павел, я консультант компании ShopOnline. На нашем сайте вы оставили заявку на прибор Full Free, экономитель топлива. Все правильно? Да. Вам удобно разговаривать сейчас, Магомед? Да, удобно. Подскажите, пожалуйста, в каком регионе вы проживаете? В Москве. В Москве. Угу. Хорошо. Магомед, для того, чтобы я мог лучше вас проконсультировать по этому продукту, позвольте задать вам несколько вопросов. Вы приобретаете этот прибор для себя или для кого-то из своих близких? Для близких. Ага, то есть не для себя, да? А какой расход топлива у машины вот этого человека? 6,3. Литров на 100 километров. 6,3. Так, а почему остановились выборы на сберегателе топлива? Что вас заинтересовало? Ну, а чем еще может заинтересовать топливо? Нескан, думаете, что вы спрашиваете? Ну, просто некоторые хотят именно экономить деньги. Кто-то хочет не беспокоиться за качество топлива. Как еще раз? Хотели бы экономить больше денег, да? Да, больше денег хотели бы экономить. Ага. Хорошо. То есть я правильно понял, 6,3 литров на 100 километров хотели бы больше экономить денег на топливе. Так, и заказываете не для себя, а для знакомых, да? Да. Мать-то уебал. Хорошо, Магомед. Вот, в таком случае экономитель топлива full-free – это правильный выбор. На сегодняшний день это самое популярное и эффективное устройство из всех аналогичных устройств, что многократно подтверждено нашими клиентами. И я объясню почему. Новейшее изобретение позволит экономить до 22% топлива. Основной действующей силой экономителя топлива является состоящей из двух частей неодимовые магниты. Неодим можно смело назвать материалом 21 века, который обладает исключительно высоким магнитом. Всё-всё, тормози, тормози. Ну, стоять нахуй, слышишь? Всё, тормози, ты шарманку, блядь, завёл. Это типа Петровича хуйня, что ли, какая-то, или нет, скажи мне? Куда я звонил? О чём речь? Сколько человек он на этом линии? Магомед, вы меня слышите? Магомед, я не Магомед, во-первых, во-вторых, служба поддержки клиентов. По номеру там, я вам ещё раз объясняю, я играл в игры, выиграл денег, они мне не причастились к игре на активный кошелёк. Я типа пожаловую звоню, какое тёпливо, о чём речь? Вы, я не помню, вы говорили, что вы оставили заявку на экономитель топлива, так? Ничего, я не оставил, никакую заявку, это кто-то другой. Эй, подожди, так ты что, ты проиграл, да? То есть тебе деньги не пришли, правильно? Да. Добрый день, оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло. Добрый день. Алло. Да, здравствуйте. Это кто? Могу слышать Олесю, Олесю Кузьминичну? Как? Олесю, Олесю Кузьминичну, могу слышать? Нет, это её муж. Звоню с Восточного банка, с департамента изыскания. Ксения Михайловна, меня зовут. Здесь долг имеется 17,5 тысяч рублей. Скажите, по какой причине не оплачивается это кредит? Да просто не хотим, не оплачиваем. Чё нам это? Как понять, вы не хотите, не оплачиваетесь? Ну, не хочу, не оплачиваем. С чего это вы так взяли? А с чего это вы так взяли? Ну, я как кредит взял, я рассказал, что не буду это платить. Что вы взяли, не поняла? Я говорю, как я взял кредит, я кредит взял. Вы что, не помните? Нет, я не помню этого. А с чего я должна располнить? Взяли кредит, значит, необходимо его возвращать. В чём проблема, я не понимаю, что это у вас за такие... Хочу, плачу, хочу, нет. Это что это у вас за поведение такое? Хочу, 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 хочу. Что? Вы нормально выражаетесь? Это что это у вас такое? Нормально выражаюсь. Я вам говорю, но хочу я платить. Придётся платить. Свои желания оставьте при себе. Что за поведение у вас такие? А где я могу эти лишние деньги взять и платить вам? За что? Как понять лишние деньги? Вы взяли кредит и растратили, а теперь вы говорите лишние деньги? Ищите, занимайте, работайте. Знаешь, в чём проблема, я не понимаю. Я вам говорю, в последнее время все так делают. При чём тут я? Что значит в последнее время все так делают? Вы знаете, может кто-то с моста сбросится. Вы тоже так пойдёте делать, что ли? Все так делают. Что вы мне говорите? Взяли деньги, значит идёте и возвращаетесь. Идёте на работу, значит устраиваете. Что за поведение у вас? Идёте, значит, родственников занимаете. Можете им не возвращать по целым годам. А банку вы обязаны оплачивать своевременно. Судата, которая у вас предусмотрена. Хорошо, будет время, я пронесу. Что хорошо? Не надо будет время. Завтра. Завтра у вас оплата должна быть вместе с февральским платежом. Лёнь три устраивает? Нам доело уже. Скажите, я не понимаю, что это у вас такое? Вы нам что тут, одолжение делаете или что? Нет. Я сейчас вам объясню, вы меня поймёте. Вы не знаете, откуда взяли мой номер. Вы мне звоните, вы меня уже заклебали, честное слово. Я не взял на какой кредит, я пред вами не в долгах. Теперь меня поняли? А вы раньше это не могли сказать? Что вы тут из себя выстроили? Я уже 100 человек вам объяснял. Я не знаю, какой там выстроили. Не надо мне говорить. Не надо. Вам звонят с Восточного банка вообще единый раз. И то, что вы мне сейчас что-то рассказываете, это ваши проблемы. Значит, звонки так и будут подосуществляться вам. Нормально, значит, нужно рассказывать всё. А люди такие вообще что-то незнакомые вам? А Виктор, я вас стоит, как будто знаю, да? Что? Вы хоть нормально говорите, я буду звонить, Олеся, Иван. Света, нет. 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 Как давно у вас этот номер телефона? Эээээээ, так. 11 лет. 11 лет? Только до этого мы звонили по этому телефону. Какой номер скажите? 925. 359, 53, 22. Очень хорошо. У меня 680 лет в конце. Ну, послушай, ладно, я понял, хорошо. Но какая сумма там не упала, скажи мне? Сколько денег ты выводил? Гудбай, мой фрейм. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вам я что-то должен? Не понял. Потому что один он мне теплый предлагает, другой геликлаген, 6,3. Следующий мне кредит, типа, я кому-то должен. А вам что я должен? А мне ты должен подписаться на пранкату, понял? Что я должен? Подпишись на пранкату. А, да-да-да, заживи его, друг. Про себя я помню. Вернул все. Ну все. Хорошо, давай, успехов тебе, пока. Давай, до свидания. Ну ты какой классный, да? Хитрожопые крымчане, которые думали, что соскочив на русский хуец, им не нужно будет отдавать долги украинским банкам, соснули тот самый хуец. И даже то, что хуйло обещал, что не нужно будет ничего возвращать, как всегда, оказалось пиздежом. Возвращать нужно будет, но только теперь российским банкам. Горячая линия, здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушайте, так я не совсем могу понять. Вроде же обещали, что не надо будет отдавать, значит, долги Украине. А что это теперь получается такое? Обманули, да? Закон-пример Госдумы Российской Федерации. Так обманулись, получается. Говорили, что не надо будет. Что за обман? Вы хотите, чтобы я прокомментировалась? Да. Данная горячая линия была создана с целью мониторинга непосредственно мнений заявителей. То есть то, что я могу для вас сделать, это принять звоночек, передать в руководство, потому что на следующей неделе состоятся депутатские парламентские слушания о внесении изменений в данный закон с учетом мнения крымчан. Как вас зовут? О, послушайте, а вот такое мнение, я бы хотел, чтобы мне еще сверху доплатили. Такое возможно вообще, скажите мне? Как говорится, бумага все стерпит. Вы излагаете, вы там руководство. Подождите секундочку. Ну, я же могу что угодно написать, в космос хочу полететь. Давайте как-то реально... Подождите, вы закон изучали, вообще смотрели в закон, вы его читали? Слушайте, ну я понял, что надо будет платить бабки, как я понимаю. Да, совершенно верно. Ну так это неинтересно совершенно. Вроде же как договаривались, что типа, ну, не надо будет с тобой делать. А теперь получается... Дело договариваются, другое дело принят закон. То есть, типа, обещать не есть жениться, да? Я повторяю свои должностные обязанности, которые на меня возложились, что-то как будто горячий телефон. Я же не предъявляю никаких претензий. Я пытаюсь понять, значит, с ценами нас кинули, значит, с свободами кинули, со всем кинули, те с кредитами еще кинули. А с чем не кинули? Вопрос такой. В чем не кидок? Давайте я вам сообщу номер закона, вы подсчитаете, чтобы вы понимали. Там будет щедящий исключительно процесс погашения вашей заявительской задолженности. Так как хунти должен? Я же хунти должен. Как теперь-то, ну? Коллекторские конторы перекупят долги, непосредственно вы будете погашать. Нет, ну вы брали кредит? Я же брал у хунти. Я же брал у хунти. Я вам повторяю, что коллекторские конторы непосредственно сейчас разрабатывают механизмы возврата, и эти суммы будут перекуплены, и вы будете возвращать уже сюда в банки России. Так я понимаю. Можно возврат сделать через фонд защиты вкладчиков. Я же деньги брал не у России, а у хунти. Вы меня не слышите. Я не понимаю. Будьте любезны, отметьте, пожалуйста, номер закона, который непосредственно, руководствуясь которым нужно будет возвращать кредиты. От 30 декабря 2015 года, номер 422-ФЗ, об особенностях погашения и внесудебному регулированию задолженности заимщиков. Ну, далее, по тексту, главное номер. Я вас понял. А у вас есть кредиты перед хунтой или нет? Нет, у меня кредитов нет. Вот вам повезло. А у меня есть. Вот как будет так дальше? Ну, я сожалею. Ну, я повторяю, что на сегодняшний момент в парламенте Крыма создана рабочая группа, которая занимается вот именно внесением изменений с учетом пожеланий крымчан. Я вам повторяю. И это будет инициироваться непосредственно перед Госдумой Российской Федерации, которая приняла закон. Но пока вот такая ситуация. Я понял. Такой вопрос. Один вопрос есть. А вот вообще из тех, кто звонил, есть те, кто довольны вот таким положением дела? Я не говорю за довольных. Люди просто интересуются механизмом возврата. Как это будет выглядеть? На какой момент, какая это будет отсрочка, либо рассрочка? Также интересуются граждане непосредственно. Будет ли пения насчитана? Ну, основные аспекты отражены исключительно в законе, которому я сказала, вы можете ознакомиться. А далее, вот я говорю, если вы хотите, пожелаете, вы назовете себя, и я внесу у вас, у нас определенные таблицы мы готовы, которые подаем руководству на рассмотрение. А, хорошо, еще один такой вопрос. А вот когда, значит, Крым будет возвращен Украине, нужно будет опять отдавать, значит, кредиты или нет? Или вот сейчас можно ли нас отдать? Крым никогда не будет, вы стали Украиной больше. Ну, точно так же говорили, что никогда не надо будет отдавать долги Украине, но получается, что украинские долги придется раздавать. Я не знаю, как вам обратиться по имени, но вы... Евгений меня зовут. Евгений Павлович. Евгений Павлович меня зовут. Слушайте, ну так... Евгений Павлович, очень приятно. Смотрите, просто... Когда, значит, голосовали за присоединение, да, вроде была такая телега, что все, долги не надо будет отдавать. А тут получается, что выясняется, что придется. Так вы говорите, никогда не будет возвращен, так, а может, и будет, как... Ну, то есть, типа, там ложь, там ложь, там... Евгений Павлович, мне уже удалось узнать ваше имя, все-таки я заведу на вас карточку, я отмечу ваши гневные недовольные высказывания по поводу принятия этого закона. В любом случае, каждое мнение крымчанина важно для нашего руководства и для нас в целом. Да, я понял, я понял. Отметьте обязательно, да. Обязательно. Всего доброго. Да, до свидания.